Волкова и Катина В ужасе поклонники рыдают и размазывают сопли. Говорят, что Юля ушла от своего мужа Парвиза. Вы расстались или вы все еще вместе? Мы расстались, да. Мы расстались. Что с ребенком? Писали очень много, что он пытается отнять себя ребенка. Полная чушь. Мы в хороших отношениях с Парвизом. Мы очень близкие друг для друга люди. Ребенок живет со мной. Он приезжает к ребенку, с ним общается. Кем конкретно занимается ее муж, никому неизвестно. Говорят, бизнесмен. Благодаря ему у Волкова и появился второй ребенок. Роскошный автомобиль, безграничные горизонты для творчества и новые крупногабаритные гобы. В общем, все клево. Таблоиды вспомнили, что к Юле Волковой Парвиз ушел от участницы группы Туции Маши Вебер. Мария родила миллионеру сына Оскара и едва отвоевала возможность опекать малыша. Но Волкова-то крепкий орешек. Как можно у того, как я, забрать вообще детей? Я же, б***ь, круче, чем каждый второй мужчина в этом зале. Ну и славно, что все обошлось. А то бы вы подумали, что сейчас газеты заполнятся очередными скандалами на тему дележки детей. Кстати, помимо Самира, у Юли дочь от первого брака. Вику, экс-татушка, родила от бывшего концертного администратора Паши. И ничуть об этом не жалеет. Дочке старше уже будет сейчас 6 лет. Моему сыну 2,5 годика. Для того, чтобы Виктория выросла леди, Волкова давно уже задумалась о школе для дочери. Потому что с ледями в нашей страничке говорят перебор. А вот леди днем с огнем не сычет. Говорят, малышка будет обучаться в элитном лицее за 30 тысяч долларов в год. Знаешь, я пока вот конкретно не могу сказать, куда я ее отдам. Могу сказать одно, что она у меня занимается сейчас музыкой. Активно к ней приходит преподаватель. У нее есть шикарные нянечки, которые ее готовят к школе. Она у нас уже читает, пишет, читает. Она уже читает даже по слогам. Она готова к школе, она очень умная девочка. А на следующий год мы посмотрим.